Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я могу сказать, что я не знаю, как появляются дети, но знаю, как они рождаются. Из манного животика. Я родился из работы. Продолжение следует... Он разрезает кочаны, детей там нет. Капуста, но она полезная. Такого вообще не бывает. Только на картинках видела. И вот этим и должны расти дети. И чем лучше и спокойнее мы объяснимым, что же происходит в этом зарождении ребенка, тем лучше и понятнее. И уйдет вот это вот охмуночки, хихиканье и так далее. Аисты, капусты и так далее. Как-то тебя нету, и ты повлекаешься. У тебя есть мысли на эту тему? Это даже их ученые не выбрали. Как бы ни возмущались взрослые, что бы они ни вертели, все равно ребенок так или сяк задаст классический вопрос. Мама, папа, откуда я появился? И чем проще и понятнее абсолютную правду вы расскажете ребенку без ухмылок, без всяких хихиканий, без стеснительности, а просто нормально, вы ответите, откуда ты взялся, тем будет лучше и для ребенка, и для вас. Иначе он наберется с разных мест загадочной информации, будет выдавать страшные, жуткие истории. Может быть, они превосли от обезьян, может быть, вбросили инопланетяна. У мамы в пупочке появляются дети, их надо сначала родить, это делать операцию. Дети совершенно спокойно воспринимают информацию о том, как рождаются животные. У многих есть или у соседей есть кошки, и все, наверное, знают, сколько радости доставляет ребенку поход в эти самые гости, чтобы потискать или даже просто посмотреть на только что родившихся котят. И дети очень четко понимают, откуда берутся эти котятки. Есть возможность на даче наблюдать за некоторыми животными. Они не наблюдают там основные какие-то подробности, но они понимают, что вот есть, предположим, кролик, мама, она была такая пухлая с большим животом, а потом у нее маленькие зайцы появились. Вот так. И они проводят некую аналогию, что у людей то же самое. Не надо разрушать этот привычный естественный ход событий. Нина, как мне рожать для животика. Он, там головастики есть внутри, и у мамы в животе. Доктору дырюшку в животе делает, через нее вытаскивает малыша. Уважаемые родители, надо абсолютно четко и внятно, абсолютно биологической точки зрения рассказать, откуда ты появился. Пока односложно, потом с каждым годом можно будет упрощать взаимоотношения клеток и так далее. Мой из животика вылазит. Ребенок раздается, у него клетки восстанавливаются, и он превращается в ребенка. И начинаю расти, подговаривать, еще ходить. Мои дети, они взялись у меня с живота. Вот так. И дальше ему можно рассказать, как бы он там жил в этом животике, как мама его ощущала. И поверьте, все дети, даже которым уже 50, они с удовольствием слушают рассказы о том, как они проводили свой внутриутробный период. Это когда животик толстый или женщина беременна. А потом он выходит из пищи или разрывает живот и его достают. Надо единственное следить за тем, чтобы оставался контакт с ребенком, чтобы ребенок мог прийти и задать вопрос, который его интересует. Чтобы он его не спрашивал у мальчика из не очень хорошей семьи, которая все время проводит на улице с бомжами, а чтобы он все-таки пришел к маме или папе. Эта жизнь, если вы этого не скажете, то ребенок вам придет такую информацию, от которой будет страшно. И не могу не рассказать анекдот. Мама, откуда я взялся? Тебя Айс принес. А Сережка, брат? Сережку в магазине купили. А Машка, она же самая старшая. А Машку в капусте нашли. Ой, бедная мамочка, папа тебя совсем не любит. Понятно, в таком маленьком возрасте его не надо посвящать в таинство зачатия. Можно обойтись мягкими, короткими фразами, что вот мама с папой любили друг друга, очень хотели ребеночка, и ты поселился. Поверьте, в 3-4 года ребенок не спросит, как. Ему этой информации будет вполне достаточно. У нас как-то тут изначально мы объяснили, что вот есть папа, мама, встречаются два человека, создают семью, а потом рождаются у них дети. Ребенок должен видеть радость, которую родители испытывают от общения друг с другом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я призываю вас, давайте говорить детям правду. Правду, которая соответствует их возрасту, чтобы они ее могли принять, переварить и пойти с этим опытом дальше. Давайте не будем врать детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова